всем друзья привет я решил такой маленький обзорчик сделать ну не совсем маленький но поделиться с вами где я живу в хостеле и может вам это понадобится просто это не реклама и да подписывайтесь ставьте комментарии оставляйте пишите комментарии то есть и подписывайтесь кто не подписан спасибо что заходите на мой youtube канал смотрите видео кто даже подписан спасибо большое я очень стараюсь а сейчас просто поделюсь вам моментом где я живу начнем самого позитивного момента вы не поверите в хостеле есть но лечейки то понятно должны быть но это и есть холодильник я сюда конечно ничего не вожу что-то бедно кстати ничего такого нет понятно тут можно лед видно делать то делать не знаю так это не моя кровать это грузины тут есть еще живут вот так вот живем такие вот постели белые белоснежные слава богу нету клопов тут ничего такого нету даже грузины говорили об этом что есть а вот как всегда я где-то в краю в уголку он у меня розетка конечно но неудобно еле сюда перебрался и все равно окно открывается тут окна биться окна во дворик ой блин далеко ёпара себе надо так стремился дворик показать что ели ну тут дворик короче какие-то таблетки стояли не мои упали телефон опять завис или не завис блин телефон пришлось опять перезагружать пять раз меня очень это расстраивает что я не могу все время так хорошо снимать он постоянно зависать я что только не делал приложение удалял и вставлял извиняюсь что все время бывают прерывы это просто у меня заключить телефон он просто видно уже не годится для того чтобы снимать даже это не чего такого я просто так хотел поделиться и с половиной мысли сбился вернусь к тому что обзор тут есть столик это прикольно но самое больше меня покорила то что в комнате есть холодильник какие-то надписи на польском наверно так переберемся мы в этот покажу туалет и ванну короче друзья вот такие туалеты видите вот такой у меня телефон так я выгляжу со стороны такие обычные туалеты но самый прикол меня добивает смотрите вы что-то заметили просто если камеру так держать мне кажется один средь сюда другой средь будет и ему смотрит меня это прикалывает в туалет но это понятно а вот вот душевые стекловый зеркало тут моет играть носки вот такая душевая вчера этот тут один поляк был пьяный так он дебошировал тоже поляки тоже живут хостели потому чужая комната это прихожая хостел это туалет и каждому дается вот такой ключ жильцу это этаж это комната ну вернее квартира так по ступенькам курить вниз спускаешься это еще квартира вот хостел тут рэп сэшн здесь рэп сэшн сзади меня кухня здесь можно приятной сразу панночка сидит можно к ней обратиться и поселиться хостел там все чай ребята кушают но не буду так снимать случайно я вышел так чтобы не смущать а то мало ли сейчас наруга кто-то что-то скажет что я снимаю я спросил ее разрешение можно ли снять она сказала да чуть-чуть по снимаю я так скромно видите показал кстати вот этот пароль мне ночью достался тем что я не мог ночью попасть я не знал что они все хостелы до 10 вечера в тупую просто уходит администратор 10 вечера и все и не париться делайте что хотите типа того ну если будете нарушать что-то могут вызвать полицию и штрафануть на 200 злот курить нельзя в подъезде могут штрафануть на 200 злот ну и хостел по ключу вверх подниматься и по коду здесь заходить или днем звони домохон блин ребята не вот не знаю как хочется поделиться того что вот это национальная сладкая оказывается этот не пирожки там не при пачка но что-то сладко можете ошибаюсь но блин так захотелось вот это национальных булочек или чуть и такое блин я думаю девушка разговорит там на польском и спрашиваю она такая не понимаю что ты говоришь оказывается она вообще с турции то я на турецком с ней иначе она летал ты степа сладкая там да блин чё делать кстати вышел все-таки за водичкой потому что реально сейчас это закроет и потом вообще воды нигде не будет мне сильно растрачивался тоже не надо потому что я не знаю сколько мне надо на проезд ездить уже переговоры ведут по поводу работы я надеюсь все сложится но я должен дождаться звонка но что-то уже вечер я так понимаю мне с утра будет звонить ни один раз позвонили и все и сейчас не звонят значит они работают до 5 или до 6 а потом решает блин иду и постоянно что-то влючит деньги где бы сесть покурить кстати насчет курить я купил пачку сигарет но я не могу без сигарет пока миссия не настроился что-то вот может и не брошу не знаю но надеюсь бросить но читаем мотивации пока нет ты такой задурманин типа как работа как что вот смотрите сигарета больше чем я видел в жизни что-то тут как не знаю наверно пол смартфона будет мой даже чуть больше смартфона хова и 6 офигеть короче что-то увижу расскажу поехали дальше перекурю короче я взял себе сок вот такой вот и конфеты но мне нравится морковный вам кстати неплохой сниггерс как сниггерс отдает вкусом сниггерсом носок вкусный я сейчас просто пройдусь я посмотрю что этот что я хочу купить купить мне надо кусачки я не пойму куда исчезли мои кусачки для ногтей но ходить как-то некрасиво их этим уже ты еще европе на работу идешь устраиваться хотя будет еще скапливаться грязь под ногтями то я иду ищу что можно найти кусачки найду или нет было бы весело найти их блин я уже хочу быстрее приступить к работе я вот это жду сейчас в ожидании ответа вот это всего я и с вами говорю эти сам головой мотыля потому что хочется увидеть что-то запомнить он такие трава я помню я их видел в украине короче надо найти кусачки я в растерянности но впечатлений много чисто тут круто как турист еще полностью даже не ходил но я сюда не вы поняли не приехал тусить а так приехал работать добиваться успеха еще раз сто раз повторюсь что вот какой-то магазин нашел что мне надо просто ноутбук и камеру заработать кстати я заметил я тогда магазин зашел это продажа книг я заметил что выходной день людей нет или сейчас просто не дождливая не пойму а сейчас с работы видно столько людей говорится и себя показать и людям и людей посмотреть короче обошел квартал не вижу в магазинах где кусачки продают тут должен быть типа космо типа его или что-то такого рода кстати когда заходил бир бирка блин не могу вспомнить вот этот магазин который еду хожу покупать кажется мне девушка подсказала что это где всяких шампунь и там продают русскоговорящие вот всякое шампунь и по моему то я нашел что-то пойду посмотрим короче я купил ребята вот так вот и мой день вечера то есть день вечера закончился я вернулся в хостел надеюсь интересно что-то я заснял для вас продолжение смотрите завтра как обычно каждый день выходит по возможности мое видео когда приступлю к работе наверно вы больше будете смотреть кухню показал купил вот эту штуку шеврю и кстати я такой еще не видел я типа хотел поставить вот эти вот такие кусачки еще не видел они какие-то кусок пластмассы и кусачки железные припаяны пластмассы с резинкой наверное чтоб не скользили или шо ну шо друзья я вернулся в хостел сейчас что я делаю ну вот это постригу хоть нормально ногти потому что в порядок на привести то уже начинает вырастать неприятно и грязь под ногтями это ужасно особенно у мужчины когда он не ухаживает за собой именно руки это самый большой признак и кстати вот почему вам так не нравится моя борода все так пишут постриги состриги ну многие а другие пишут типа давай этот нормальная борода не трогай ее ну вот не могу понять одним нравится другим нет не ну честно говоря пора уже скажу да пора сходить барбершоп ну просто у меня не получается сейчас я тем более в варшаве в польше я не могу сходить барбершоп но будет лишние деньги и возможность ну лишние заработанные деньги будут я схожу какие-то деньги у меня были то это не секрет мне просто поддержали помогли выбраться сюда и я людям еще и должен останусь я не хочу быть так наглым что чипа взял у меня обстоятельства тут же понимаете еще медкомиссию надо проходить по работе плюс но просят фиг его знает как это обойдется плюс проживание хостели ну вот не могу я бороду сейчас постричь вот стрижка вот представьте стрижка вот на вас и это как в киеве там в украине экспресс-стрижка тут есть и она стоит 40 злот представьте 40 злот это равносильно часть моста или весь хостел ну начевать что могу добавить кстати вот здесь всю ночь был поляк он был пьяный и я не выспался он постоянно бегал у него было три литра водки пиво и сигареты постоянно бегал ну извиняюсь за откровенность он пойдет порыгает потом придет опять наливать стакан вот так целую каждые пять минут три литра водки я просто офигел пришла полиция просто ну я не достал как раз хорошо что я спеклял но нафиг на меня еще смотрели как бы сказать борода я посчитал не стоит выходить и я пошел как раз собеседование по работе вы видели предыдущем видео ну не знаю мне как-то учи избегать приближенность полиции приближенность как вот такой вот проблем я пока документы но не сделал насчет ну делаю вопросы вот эти рабочие ну я думаю все справлюсь сегодня просто я ждал ждал мне звонок поступил один и все больше не поступает я так понял пока завтра я надеюсь с утра не перезвонят потому что мне надо ехать я не знаю я надеюсь они дадут жилье если нет переживаю просто это все тоже деньги стоит понимаете жилье все остальное а мне надо здесь цель за неделю хотя бы заработать какую-то сумму чтобы прожить дальше но при этом откладывать уже полноценно на камеру первое наверное или камеры ноутбук будет или полностью зарплату получу я куплю а потом все то что финансово ну людей взял чтобы вырваться кто смотрит в инстаграме меня я рассказывал там тоже что но это не мои деньги и я просто попал на то что мне выручили люди и я пообещал что ну заработаю адам сразу же я думал что я сразу адам а получилось что у меня задержка тут то работа то еще что то ну так прогулялся пока определился с хостелом выспался плане того что я всю ночь ехал вот так вот потом ходил днем весь колбашенный адаптация идет вот просто времени адаптации все пройдет но неделя думаю я может не такой ускоренный как все люди кто-то там за два дня и все вот двух и работать я такой человек наверное простой который плюс чтоб сказать что я не хочу типа работать нет я сюда если приехал то я реально буду работать и жду звонка по работе ну жду я уже много там прозвонил сам и мне надо еще опять пополнять счет мобильный короче на этой ноте я останавливаюсь спасибо что вы смотрели мое видео и я надеюсь вас не разочарую ну если вдруг просто хотите поддержать да там может я пирожок куплю тот же в описании видео есть номер карты 10 можете китай пишите комментарии буду рад вашему мнению и поддержки тоже какой-нибудь но поддержка это тоже писать комментарий лайк подписаться на мой youtube канал всем спасибо поехали дальше